Такое собрание проходит впервые. Пчеловоды захотели создать новый союз, в который войдут только бизнесмены, работающие в полях. Такое объединение жизненно необходимо. Организаторы говорят прямо. Мы в кризисе. И дойдя до этой точки, точки кипения или невозврата, мы от нее толкнулись. Сейчас будем работать над тем, чтобы отрасль поднимать. Упала закупочная цена. Она складывается из спроса, а он просел из-за снижения покупательской способности. Но еще один удар по спросу на мед нанесла антиреклама. Допустим, на некоторых центральных телевидениях идет пропаганда меда с отрицательным знаком. Не будем скрывать, Малышева она периодически выступает и говорит, что мед это чуть ли не вредный продукт. После этого у пчеловодов сразу снижаются продажи меда. Еще одна проблема – подделка и полная незащищенность торгового знака. Парадокс. Новосибирцы могут торговать под брендом «Алтайский мед». А Александр Медведев, пчеловод в четвертом поколении, не может. Хотя я являюсь пчеловодом, у меня пчелы находятся в Алтайском крае, у меня есть все документы абсолютно на мед, все анализы, паспорт пасеки и так далее. И, к сожалению, я не могу реализовать свой мед под брендом «Алтайский мед». Кроме того, бизнесу мешает дезинформация. После летнего мора пчел от пестицидов на рынок не попал отравленный мед. Ведь насекомые просто погибли. А чтобы не погибнуть самим, бизнесмены и создали на этой встрече новый союз алтайских пчеловодов, который будет защищать интересы именно пчеловодов, а не переработчиков. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.